В этом ролике я вам покажу несколько уникальных автомобилей с очень интересным тюнингом. Я думаю таких автомобилей вы в принципе не видели, потому что их нельзя нигде купить, их достать можно было только с ивента, либо они были давно в автосалоне. То есть тачки реально очень редкие и интересные. Поэтому советую всем посмотреть видео от начала и до конца. Ну и конечно же не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Давайте постараемся в этом ролике набрать 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и конечно же не забывайте вводить по промокоду, пишите СЛЭШММ, седьмой пункт промокод, указать другого ютубера и вводите промокод ПОЛКАНОВ. За этот промокод вы получите 350 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере. Если вдруг кого-то заинтересовал один из этих автомобилей, то я оставлю ссылочку на продавца в комментариях. Можете ему написать, с ним связаться, обсудить, посмотреть, покататься там и так далее. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Также все полезные ссылочки будут в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором сервачке, могу воспринять семью в компанию, помогу чем смогу, поэтому приходите, я буду всех ждать. Вуаля. Как, кстати, одежда? Какая? Которая на тебе моя. А, нормально. У меня такая была давно. Я ее продал просто, я хотел обратно потом купить. Я не знаю, зачем я скины покупаю, если ему уседу, чтобы выдать. Что там, багажник нужен тебе? Вот заставка фоткать, нет? Бля, я думаю, когда на тачке стоят страмы, я думаю всем похуй, что там в багажнике. Так, короче, пацаны, вот получается владелец данного автомобиля. И данный автомобиль, пацаны, максимально просто редкий. Ты не знаешь, сколько их на серваке вообще таких автомобилей? Здесь одна, на страмах тоже одна. Типа на всем проекте она одна на страмах? Ну, я хуй знает, я больше не видел сейчас на других областях, но я знаю то, что на аудиосистеме есть, продают за 180, чисто одна аудиосистема. Другая там что-то аудиосистема Neon за 200 продают. Ну, так, типа, уже от 150 от них цена начинается, чисто одно аудио. Ну, я понимаю то, что их именно с ивента мало забрали. Да, потому что думали то, что они будут неликвидны, а как хуй, ну, типа, как увидели то, что на них спрос есть. И начали цены поднимать на них. Я знаю то, что Банмор себе хочет такую купить. Я ему скинул твой вариант. Он говорит, типа, дорого. Ну, я не знаю, дорого или нет. Вот сколько она тебе обошлась, типа, ну, ты же сам все ставил, да, получается? Ну, да. Ну, сколько тебе, ну, так, считай тюнинг, сколько ты потратил именно на тюнинг этого автомобиля? Ну, вышла она мне 230, чисто без машины. Потому что я там стробоскопы сам с ивента забирал. Нитры я там пока же менялся мне, как доплату дали, я их оценил вообще в 15 миллионов нитра. Так, пацаны, вот такое здесь что, ПТС, и как бы, ну, фу, зеленый, кроме третьего чипа. А три владельца, типа, ты кому-то передавал ее или у кого-то выкупил? Да, 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 потому что у меня там машин не было, и я ее еще выкупал. Ну, а почему именно эта машина, почему там не Е92? Ну, не знаю, Е92 просто их уже прилично, так, в принципе, они и на конкурсах были, и везде. А мультивена пока что нигде не было, что ни взять, ни собрать. Ну, это такая же, по-моему, машина у военных, да, на воинской части есть? Военные, ФСБ, можно прикалываться с этой машиной очень много раз и по-разному. Не, ну, это она, конечно, бодренько. Так, пацаны, самое главное, то, что здесь тробоскопы. У меня, в принципе, у меня там мультивена разных, и они едут одинаково, у них у обоих 203 максималка. Ну, максималка, да, конечно, 202, но для этой машины, типа, это нормально. Ну, а так, вообще, люди внимания обращают, там, спрашивают, интересуются. Да я все время, как на Анашан заезжаю, хотя бы один человек ПТС спросит. Ну, а как ты вообще думаешь, тебя заберут ее или нет? Да думаю, да, есть, типа, ценители, которые спокойно могут перевезти, забрать. Ну, блин, эта тачка, знаешь, необычная. Это надо прям найти именно реально ценителя, которому она нужна, который ценит, типа, редкость, там, и любит фургончики такие. Ну, то же самое же, М4, BMW разные, их много на Страбах. Ну, да, да, вот это да. А это единственное. Даже у нас, в принципе, Е60 были на Страбах, М4 были на Страбах, все у нас были на Страбах, но вот я лично сам даже не видел ни разу. Ну, я тебе скажу так, что я не видел вообще эту машину у кого-то, блядь, не то, что на Страбах. Не, ну, тачка прикольная, типа, мне прям внешне очень нравится, типа, Volkswagen, вот эти фары у него красивые передние. Пацаны, у него, помимо этого фургона, заряженного, который стоит просто очень много бабок, есть еще другой фургон, получается. Ну, такой я видел, как бы, его, по-моему, кто-то продавал. Продавали такой же, есть такой же у нас в области один. Не, ну, это, типа, я так понял, подожди, ее, типа, нельзя купить, да, в автосалоне? Кто успел раз до обновления купить, у того она поменялась, и все, а сейчас Ераза и этого Альфарта даже в салоне нет. Это Альфард, да, получается, Тойота Альфард? Да, 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 но она была до этого Ераз. А, за сколько ты ее продаешь вообще? Хочу за нее 133, ну, типа, все трое. Так, а Volkswagen ты продаешь за 350, а торг есть на машине? Ну, смотря как с человеком договоримся тоже. Короче, пацаны, получается, Volkswagen на Страбах, которые его продают за 350 миллионов, как бы, ну, таких тачек, пацаны, ну, на проекте очень мало, то есть это реально очень редкая машина, как, в принципе, этот автомобиль. Сделал две штуки, по-моему. Одна вот эта на аудиосистеме, давайте даже вам ПТС покажу. То есть она, да, на аудиосистеме, здесь, как бы, первый чип, как бы, все, кроме стробоскопов. То есть 8 владельцев, аудиосистема, нитро, как бы. Не, ну, тачка такая тоже прикольная. Ну, это уже такая японочка, то вах, как бы, это уже такая японочка. Я вот только не понял, зачем, типа, они ее с автосалона убрали. Если они ее заменили, я думал, она будет в автосалоне, а то они ее, как бы, убрали, может, она будет на ивенте где-то, либо на розыше, скорее всего. Она, когда только появилась, типа, в область, ну, не в область, а на всех серверах, ее начали все искать. Я думал, бля, что это за машина, ни разу не видел. Я думал, она в контейнерах вообще будет. Я ее тоже начал искать, короче, месяц искал, никак не мог найти. То есть из автомобиля у тебя только вот два фургончика, да, и все? Ну, в принципе, да. И остальные там две тачки, которые я тебе уже говорил, приора и м2 на аудио, типа, по два владельца на продажу. Так, у него есть м2 такая. Ну, там, она числа 100, одна аудиосистема и чип, и два владельца. Ну, я догадываюсь, ты купил ее у Ян Коннора, по-моему, да? Ну, да, пацаны, здесь просто вот... Если было бы у меня аудиосистема, я поставил на какую-нибудь дорогую машину, логично же. Не, ну, я считаю, нормальная тачка, типа, сюда бы еще не тросик, конечно, было бы нормально. Но я не хочу свое нитро тратить на какую-то машину, которую я все равно буду продавать. Ну, да, я понял то, что ты там, типа, перепродажей занимаешься, там, туда-сюда, 1-1. И так бы, если вот эта твоя одежда, можно было бы ее вешать в гардероб, я бы ее и не продавал. Не, да, она классная, типа. Я ее покупал еще зимой, и, типа, я там должен был денег, и я его за 10 ламов продал, короче, в итоге. И вот, как бы, я думал, все, типа, не найду, и тут, смотри, ты продаешь такой, опа, сразу пошел, купил. Не, ну, классный скин, типа, на лето, тем более, я думаю, вообще кайф. Ладно, огромное тебе спасибо, что показал свои автомобили, я на тебя ссылочку оставлю. Все, тогда удачи тебе, еще раз большое спасибо. Ну, что ж, дамы и господа, вот такое получилось видео, надеюсь, вам понравилось. Реальные тачки, я считаю, максимально просто интересные. То есть, иметь у себя во владении машину, которая есть у военных и у ФСБ, я считаю, что это очень круто. Поэтому, у кого есть деньги, у кого есть там лишние 350 миллионов, и вы хотите реально выделяться, можете написать, как бы, данному человеку, и он вам с радостью продаст данный автомобиль. Я не знаю, дорого это или недорого, потому что автомобиль уникальный, и его, в принципе, нигде достать. Их особо немного. Также касается и второго автомобиля, то есть тачки реально заряженные, интересные, прикольные. Да, в любом случае, на любителя, не каждому нравятся фургоны, но они реально прикольные. Все полезные ссылочки будут в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Ну, а я, конечно же, надеюсь на вашу активность, на ваши лайки, пишите комментарии, как вам эти автомобили, хотели бы вы себе такой автомобиль. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.